недалеко от места где я живу находится большая площадь на этой площади множество лавочек множество магазинов маленькие кафе пекарня в галерее между домами торговцы выставляют свои товары вынося их прямо на улицу из магазинов здесь можно купить все что угодно и посуду и одежду и фрукты и овощи и специи и орехи возле маленьких кафе стоят столики и люди пьют кофе тут же продаются конфеты пирожные специи в магазине где продаются орехи очень большой выбор за сахаренные фрукты в баночках всевозможные орехи вообще очень большой выбор и кешью и фундук и грецкие и арахис веселый молодой продавец очень ловко отпускает покупателей люди спешат сделать покупки потому что сегодня пятница и скоро закроются магазины в три часа все закрывается а в четыре прекращает свою работу транспорт наступает шаббат и шаббат продлится до вечера субботы в израиле воскресенье это первый рабочий день недели в галерее множество всевозможной одежды и чтобы выбрать что-нибудь нужное и интересное нужно потратить время и набраться терпения я вышла на свою шопинг охоту за вещью которую я еще не нашла я даже не представляю как она должна выглядеть но нужно хорошо порыться не полениться во всем этом я думаю что мы с ней узнаем друг друга когда она мне попадется если не полениться среди всей этой одежды можно найти что-нибудь подходящее в нашем стиле множество вещей конечно сделаны из синтетики но и хлопковые попадаются тоже мне попалось несколько интересных блузок туник я не поленилась покопалась во всей этой одежде и нашла то что мне нужно кругом играет музыка и ощущение праздника мне очень нравится ходить по таким местам создается атмосфера восточного базара хочется расслабиться сесть где-то в кафе никуда не спешить и пить кофе и 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 девочки. Ну что, я вернулась с охоты. Охота оказалась удачной. Пробежалась по магазинам и купила себе некоторые необходимые вещи. Первое, что я купила, вуаля, новое украшение. В том самом магазине, про который я вам уже много раз рассказывала. Украшение очень интересное, стоит очень дешево, 3 доллара. Там, в принципе, в том магазине цена одинаковая практически на все украшения. Девочки у меня спрашивали, где находится магазин. Магазин находится в Хайфе на улице Герцель. Герцель 40. Кто живет в Израиле, может приехать и посмотреть. Правда, там не всегда бывают интересные украшения, но чаще они бывают. Вот смотрите, такое нежное, красивое и очень недорогое украшение. Думаю, что оно куда-нибудь обязательно подойдет из моей одежды. Показываю дальше. Сегодня главная моя была задача купить футболку и я ее выполнила. Среди массы одежды, которая висела на площади, я много всего пересмотрела и нашла то, что мне нужно. Я купила футболку. Смотрите, какую девочки. Впечатление такое, что эту футболку 50 раз постирали и 50 раз высушили на солнце. Потом повесили в магазин и такая модница, как я, пришла и купила ее. В общем, футболка состарена искусственно. Такого холодного розового цвета и интересные крючочки. Смотрите, крючочки вот такие интересные. Выполнена из хлопка, очень приятная к телу, стоит около 20 долларов. Для чего я купила эту футболку, сейчас расскажу. Она нужна была мне как воздух. Но вы же знаете, нам, модницам, обязательно все необходимо как воздух. И сейчас я вам объясню, для чего я искала именно такую футболку. У меня покупочка. С Алиэкспресс я получила вот такой комбинезон. Даже комбинезоном я не хочу его называть. Из глубины моей памяти выплыло такое старое забытое название песочник. Вы помните, девочки, такое название? Так назывались комбинезоны джинсовые, свободные, во времена моей юности. Может быть, в тех странах, в каких вы живете, так не называли комбинезоны, но почему-то я помню такое название. Так вот, этот комбинезон действительно похож на песочник, на детский песочник. Помните, детки в старые добрые времена, несовременные детки, не такие, как сейчас. Ну, хотя и сейчас, может быть, надевают на детей такие свободные штанишки на резиночках внизу, с вот такими бретельками. И детки играли в панамках и в таких комбинезончиках в песочнице. Наверное, оттуда пошло это забавное название. Назвать эту вещь комбинезоном очень сложно. Она очень широкая, имеет такую округлую форму, и мне очень сложно было ее скомбинировать и для взрослой девочки создать образ, чтобы не выглядеть нелепо, друзья. Я долго думала и все-таки придумала. И сейчас вы обязательно должны увидеть, что из всего этого получилось. Давайте смотреть! А вот и наш песочник. На мой взгляд, образ получился озорной, молодой, веселый, свежий и даже немножечко хулиганский. На голову я завязала обычный хлопковый шарфик. Думаю, он сюда хорошо подошел. На шею повесила украшение. Я показывала его в прошлом ролике. Ну, естественно, кеды и сумочка дополнили образ. Да, еще забыла сказать, девочки, самое главное, этот песочник застегивается внизу на пуговицы и при необходимости превращается в юбку или сарафан. Назовите как угодно. Так что, если кто захочет носить его в режиме юбка, то это вполне возможно. Очень веселый, свежий и творческий образ. Подойдет на помпушек. Но мы же тоже имеем право немного похулиганить. Ну как, девочки, я надеюсь, вам понравился этот интересный образ. Такой необычный, расслабленный, творческий. Очень сложный, конечно, образ. Не так просто было его собрать. Но я надеюсь, мне удалось. И еще хочу сказать пару слов про этот комбинезон. Ссылочку на него я оставлю внизу в конце видео. Но чтобы вы знали, девочки, что мне, например, не очень понравился пошив. Есть, так как я человек шьющий, я нашла некоторые недоработки. Например, не очень хорошо обработаны швы, загибаются не очень хорошо. Если вас это не пугает, может быть, это мне только достался такой комбинезон. Может быть, к другим он приходит более в лучшем виде. Но ко мне пришел вот такой. Если вас это не пугает, друзья, то такой песочник пополнит ваш гардероб. И без внимания на улице вы точно не останетесь. И ваши все подружки просто обзавидуются, глядя на ваш творческий образ. Комбинезон изготовлен из катона. 90% катона, 10% полиэстера. Плотный деним, немножко вываренный. Я его заказывала в другом цвете, правда. Хотела, чтобы он пришел розовыми цветами. Но то ли мониторы неправильно передают цвет этого песочника, то ли продавец ошибся. Ну ладно, я не стала ему ничего писать. Простим его. Все равно я осталась довольна. И еще хотела сказать, что это фабричное изготовление. Вот такая была этикеточка. Вот смотрите. Вот такая этикеточка. Здесь все написано. Цивилизованно упаковано. В общем, кто желает, девочки, кому понравилось, заказывайте. Дальше. И это еще не все. Как обычно я говорю. Я пошила за эту неделю себе жилет. Вы, наверное, скажете, все время рассказывает, что не любит черный цвет, но снова пошила себе черный жилет. Ну, вы знаете, друзья, с некоторых пор я начинаю уже его полюблять. Потому что, потому что, как выяснилось, ну, он сочетается с любой одеждой. И к нему подходит все, что угодно. И он тоже подходит ко всему, к чему только пожелаете. Поэтому мне захотелось пошить вот такой вот из хлопка черный жилет. Я набрала ткани и пошила его. Он с такими интересными деталями. Сейчас сниму с вешалки и покажу поближе. Вот такой карманчик я сделала навесной с одной стороны. И другой карманчик вот маленький с другой стороны. И, в общем, окантовала, не окантовала, обработала такой планочкой, которая удлиняется внизу. Это вам показываю девочке. Вдруг вам понравится такая модель. Пошьете себе. Ну, а спинка длиннее, чем перед. В общем, интересный такой получился жилет. И к нему, и это еще не все, друзья, и к нему я пошила юбку и шарфик. Ну, потянула меня снова на леопард. Ну, захотелось мне леопард. Зашла я в ткани и увидела такую чудную ткань. Написано было, не написано, а девочки мне сказали, что это вискоза. Но у меня создается впечатление, что они ошибаются. Ткань похожа, вот такой леопард, ткань похожа на плотный поплин, а вовсе не на штапель. Ну, может быть, это такая вискоза, друзья, я не очень разбираюсь. Ну, в общем, она очень хорошего качества. Мне она очень понравилась. Я дома поджигала кусочек и, судя по тому, как она горит, выяснилось, что все-таки, и как она пахнет, выяснилось, что она все-таки имеет натуральный состав. Вот я взяла на все это полтора метра. Полтора. Да, наверное. Нет, два. Два. Забыла, извините, друзья. Два метра. Получилась юбка и вот такой вот замечательный шарфик. Вот такой шарфик. В конце этого шарфа я завязала вот такими веревочками, чтобы было интересно. И, в общем, составила лучок из нового жилета и из новой юбки. Мне очень понравился этот образ и я думаю, что он настолько получился нарядный, что в нем даже можно пойти куда-нибудь на торжество. Очень торжественно это все смотрится. И еще этот жилет с этим жилетом я собрала еще один лучок. Сейчас вы, друзья, все это увидите. Второй лучок более повседневный, но тоже очень яркий и интересный. Давайте, друзья, смотреть. А с вами я сразу прощаюсь. Желаю вам творческих успехов. Пишите комментарии. Я рада на них отвечать. Мне очень приятно, девочки, дорогие, что вы вдохновляетесь моими роликами, что вы рассматриваете свой гардероб, что-то переделываете, стараетесь облагородить его. Многие начали делать украшения из полимерной глины. В общем, я очень рада, что вдохновляю вас на творчество. Я с вами, друзья, прощаюсь. Увидимся в следующем ролике. Я буду ждать вас с радостью и любовью. Пока-пока, друзья! Очень мне понравилось сочетание черного жилета и леопарда. Я думаю, что образ получился очень нарядным и игривым. Если туфли заменить на более изящные, то в таком образе можно пойти на торжественный случай. Украшение и блестящая сумочка. Дополнили образ. А вот и зрители. Кошечка вышла на меня посмотреть. Ей тоже нравится леопард. Детали на жилете очень интересно смотрятся. Я не стала сзади закруглять нижнюю часть жилета. Так мне нравится больше. В моем гардеробе залежалась рубашка. Такая клетка, наверное, называется рубашка-лесоруба. Купила я ее в Эйчендем и никак не могла вписать ее в свой гардероб. А теперь она соединилась вместе с красными брюками с помощью этого жилета. Так что, девочки, если у вас залежится в гардеробе какая-нибудь вещь, не спешитесь с ней расставаться. Возможно, вам тоже нужен такой жилет, который соединит весь образ воедино. Смело экспериментируйте, дерзайте, вдохновляйтесь и обязательно пишите мне об этом. Знайте, что мы вместе. ПАП! ПАППАРАПАРАПАРА ПАПАРАПА ПАПАРАПА Субтитры подогнал «Симон»